Это был непростой год. Стоимость акций компании HSBC понижается, поскольку данные о прибыли не соответствуют ожиданиям, а споры продолжаются. Здравствуйте! Вы смотрите очередной обзор прессы. Мы продолжаем рассказ о компании HSBC. Давление на компанию усиливается. Согласно последним данным, балансовая прибыль компании за 2014 год сократилась на 17%. По данным одного из банков в Лондоне, прибыль фирмы за год составила 18,7 миллиарда долларов, а в прошлом году прибыль достигала 22,6 миллиардов долларов. Компании не удалось достичь прогнозируемого объема прибыли в 21,5 миллиарда долларов. Эти результаты стали известны после подозрений, которые возникли ранее в этом месяце и состояли в том, что HSBC помогла людям уклоняться от уплаты налогов, используя скрытые счета компании в Женеве. В итоге штрафы, урегулирование споров, компенсации клиентам и сопутствующие расходы обошлись банку в 3,7 миллиарда долларов в 2014 году. Урегулирование споров и расходы, связанные с расследованием случаев валютных спекуляций, достигли 1,2 миллиарда долларов. Расходы по программе возмещения убытков клиентам выросли до 1,28 миллиарда долларов, а в прошлом году они составили 1,24 миллиарда долларов. Главный исполнитель и директор Стюарт Гулливер так прокомментировал финансовые результаты. 2014-й был восьмя непростым годом, но несмотря ни на что, мы продолжали прикладывать все усилия для того, чтобы улучшить работу нашей компании в условиях повышения текущих расходов. Гулливер также добавил, результаты работы нашего инвестиционного банка за четвертый квартал были не самыми лучшими. В начале торгов стоимость акций компании HSBC упала на 5% и достигла минимальной отметки за последние два с половиной года. Сам господин Гулливер в субботу также оказался втянутым в налоговый скандал в Швейцарии. HSBC подтвердила, что он использовал счёт в Швейцарском банке для накопления своих бонусных выплат. В понедельник представители компании HSBC снова принесли свои извинения за использование частного счёта в Швейцарском банке. Они также заявили, что такое поведение является неприемлемым. В своём заявлении представитель банка сказал, мы глубоко сожалеем о таких действиях компании, которые также не соответствуют и нашей внутренней политике и совершенно не совпадают с ожиданиями наших клиентов. На этом очередной обзор прессы подошёл к концу. Моя коллега Диран Макдерма вскоре представит вам свежий выпуск программы прогноз на неделю. Не пропустите. Всего доброго.